Друзья, всем привет! Меня зовут Никита и добро пожаловать на Дары Кавказа. Попробуем начать прохождение на этой карте, которая также у меня была отложена для прохождения. Я у вас, друзья, спрашивал, что вы хотите, Дары Кавказа или Pleasant Valley. Как-то начали говорить, что Pleasant Valley, только записал Pleasant Valley и начались комментарии, да ну карта большая, ты на ней один не справишься. И в общем-то решили мы такие, что будем в кооперативчике на стримах играть на Pleasant Valley. Кстати, ссылочка на канал есть в описании. Ну а чтобы у нас был проектик, кроме свапа Агра, я решил таки запустить Дары Кавказа. Поэтому добро пожаловать, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сегодня, друзья, особо сильно мы работать не будем, всего лишь уберем поле, а займемся мы изучением этой самой карты. Для начала посмотрим на картинку и мы видим, что она не такая большая, как свапа Агра, и уж тем более не такая большая, как Pleasant Valley, но все равно здесь есть чем заниматься. В наших владениях по умолчанию есть 10 и 11 поле. Так что первые планы наши будут это объединить их, потом докупить 12 поле и объединить, сделать все это дело одним полем. Потом уже будем покупать 13 поле, может быть 9. В общем-то в планах выкупить все поля. Не знаю, как это получится, не получится, но план такой есть, пока что, по крайней мере. Разумеется, 14-15 в итоге объединить, 17-18 объединить, 19-20 объединить, 3-4, может быть 5-6 к ним в придачу тоже объединить. В общем-то посмотрим, как что будет, когда-нибудь займемся. Второе, друзья, у нас здесь есть некоторые предприятия, основанные они не на тех скриптах, на которых мы привыкли на свапа Агра или на других картах. В общем-то здесь пацаны сами сделали свой скрипт производства, который используется, кстати, и на Pleasant Valley. Далее это разработчики Pleasant Valley все это нагло потырили именно отсюда. Ну, в общем-то, вы знакомы с этими менюшками. Давайте вообще посмотрим все производства, которые здесь есть. Первое, хлебокомбинат, который делает выпечку и печенье из сахара, сгущенки, молока, подсолнечного масла и разной муки. Все предприятия уже кому-то принадлежат, их можно потом у кого-то купить. Стоят они здесь дорого, и поля, кстати, тоже стоят дорого, поэтому денег надо будет много. Об этом чуть-чуть попозже. Далее есть пивзавод, который из ячменя и хмеля делает пиво. Консервный завод, соответственно, делает консервы. Молочный завод делает сгущенку и молоко в пакетах. Мельница из пшеницы, ржи и кукурузы делает пшеничную ржаную кукурузную муку, соответственно, ну и побочный продукт отруби. Бетонный завод делает из песка, гравия и цемента бетон, это логично. Есть также маслозавод, который принимает в себя только лишь подсолнечник и делает фасованное масло и подсолнечное масло. Ну и жмых и лузга, соответственно, побочное производство. Сахарный завод, соответственно, свеклу перерабатывает в сахар, причем обратите внимание, какая большая разница в цене. Мебельная фабрика есть, которая делает мебель, кстати, говорят, очень выгодное дело. И все, в принципе, хватает, знаете, вот в меру. Также есть у нас здесь такое вот меню, на котором мы можем посмотреть стоимость того или иного предприятия. Вот мебельная фабрика 3 миллиона 800, мельница 3 миллиона 200, молочный завод 4 миллиона 50 тысяч и то это ориентировочная стоимость. Здесь для того, чтобы купить предприятие, нужно обратиться в агентство по недвижимости и риэлтор, соответственно, будет договариваться о продаже предприятия. Там уже никак договорятся, тот выставит стоимость. Есть также на карте золотые монеты, потратив которые мы можем немножко поторговаться за недвижимость. Также, друзья, на этой карте нельзя пилить деревья. Для того, чтобы их пилить, нужно брать лицензию, которая действует 1 час и позволяет пилить 50 деревьев. Если спилить дерево просто так, последует такой нормальный обидный штраф. И, насколько я знаю, дерево это, кстати, вырастет потом опять. Плюс, друзья, здесь на карте есть случайное событие. То есть какое-то предприятие может резко повысить цену на покупку чего-либо. Может прилететь какой-нибудь контракт к нам. Например, мельница срочно потребует... Или не срочно потребует, например, на двое суток у нас контракт будет на 100 кубов пшеницы, допустим. И по какой-нибудь интересной цене они все это у нас возьмут. Также всякие мосты переезда могут закрываться на ремонт. Например, железная дорога может закрыться на ремонт. И мы не сможем пользоваться ЖД-станцией, то есть продавать туда что-либо. В общем-то, все интересно сделано. Мы с этим обязательно познакомимся, еще со всем столкнемся. Так что с картой, я думаю, в принципе, все понятно. Далее давайте осмотрим нашу базу. На базе у нас есть силосная яма для того, чтобы, соответственно, собирать здесь силос и использовать его, например, на ком-коровкам. Здесь она явно не для продажи. Также у нас здесь есть гаражи, которые выгружают технику из памяти, которую мы туда загоняем. Она нам, во-первых, не будет мешать, когда мы будем по ней переключаться, по ней прыгать. Во-вторых, облегчает нагрузку на железо. Такие гаражи встречаются, в принципе, на многих картах, но изначально они появились именно на этой карте. Именно разработчики этой карты придумали этот скрипт. Также на базе у нас есть биотуалет, который мы не можем пользоваться. И я даже не знаю, зачем я его вам показал. Также на базе у нас находится хранилище для семян и удобрений. Как и на карте Pleasant Valley, точнее наоборот, на карте Pleasant Valley, как и здесь, нельзя менять семена во время удобрения. То есть надо приехать, выгрузить сюда семена, выбрать нужные и загрузить опять. Как я уже говорил, мне эта идея нравится. Надеюсь, с курсплеем пополнялка здесь будет работать. Плюс есть два еще больших ангара. Прям вообще больших-больших. И есть своя заправка. Сюда можно выгрузить топливо, с другой стороны можно заправиться. В общем-то база очень хорошо скомпонована. С другой же стороны ее находятся склады для хранения корнеплодов и всякой всячины. Ну и конечно же огромный силостный бункер. На 1 миллион литров он у нас. Плюс у нас немножко есть, но мы это вывозить все продавать не будем. Пускай лежит. Солома, друзья, нам будет хранить негде. Ее можно будет затюковать и отправить на хранилище тюков. Но хранилище для нее здесь не предусмотрено. Ну и последнее, друзья, давайте посмотрим, что у нас есть из стартовой техники. У нас есть маленький трактор Нью Холланд, который, я так понимаю, идет в комплекте вот с этой вот тележкой. У нас есть вот такой вот простой противовес, простенький культиватор, разбрызгиватель удобрений жидких. Это модовая херня, которая идет вместе с картой. Также модовая МТЗ-шка, которая также идет вместе с картой. Она является стартовой техникой. Самый простенький трактор, который Хурлиман или как он там называется, в общем-то. Самый дешевый трактор и простенькая сейлка. Ну и, конечно же, друзья, самый простой комбайн, которым мы будем справляться и все делать. По крайней мере, первое время точно. По финансам, как обычно, у нас 75 тысяч кредита, 20 тысяч налички у нас есть. Но с кредитом будем разбираться чуть-чуть попозже, надо выйти какой-то доход. Плюс надо будет закупить семена, удобрения. Возможно, возьмем в аренду удобрялку нормальную, потому что я не очень люблю вот этими жидкими удобрениями работать. Это не мое, в общем-то, все. Ну и, друзья, о чем я еще забыл сказать, есть у нас парочка дополнительных культур, а конкретно рожь, лук и морковь. Не обещаю, что будем сильно заниматься луком и морковью, потому что корнеплоды, вы знаете, я не очень это дело люблю. Да и вообще мало кто любит. В любом случае, наша задача сейчас убрать вот это самое поле. Для этого у нас есть замечательный комбайн, который и будет у нас работать. Давайте его заведем, выставим ему простой курсплейчик и запустим его работать. Только да, надо развернуть комбайн. В общем-то, товарищ у нас поехал. Но, разумеется, к этому товарищу нужно выставить трактор. Для него мы сейчас запишем маршрутик. Маршрут у нас будет, скажем так, немного временный, сразу с расчетом на объединенные вот эти вот поля. Поэтому записывать мы его будем вот отсюда. Проедем сразу через пополнение сейлки и удобрялки. Давайте, наверное, развернемся, я не знаю, удобнее будет. И вот отсюда его запишем. Здесь мы этот маршрут прерываем и сохраняем. Поле 10 база. Ставим ему работу с комбайнами. Вручную ему выберем комбайн, который у нас сейчас катается. Он у нас единственный. И запускаем. Пускай ездит. Мы, друзья, чуть попозже. Я придумаю систему, по которой будет у нас все возиться на склад. Мы запишем с перекрестками чисто выгрузку, когда уже техника будет большая и все такое прочее. Так что этот маршрутик пока что временный. В общем-то, пускай они работают. Ну и еще, друзья, две фишки, о которых я не сказал на этой карте. Первое, это то, что мы не сможем продать миллион сразу в одно место. То есть возьмем, допустим, порт. Он примет у нас всего лишь 320 тысяч пшеницы. Все эти значения, они меняются на бума рандомно. Ну и, соответственно, забивать больше, чем вмещает в себе то или иное хранилище, та или иная точка продажи, мы не сможем. С другой же стороны, здесь не проседают цены, если много чего привезти. То есть, может быть, на следующий день, когда они обновятся, они просядут. Вот, например, пшеница у нас по 742 доллара торгуется. Или евро, да, евро у нас стоит. Простите, я с Беларуси, я привык все считать в долларах. И мы, сколько бы мы ни возили в этих 320 тысячах, она всегда будет приниматься по 342 еврика. Но, разумеется, это все меняется каждые сутки. Ну и еще одна замечательная фишка этой карты. Технику на полях оставлять нельзя. Хранить ее можно только на базе или, если далеко от базы, есть у нас покупные ангары. Вот у нас находится один около магазина, 60 тысяч он стоит. Один находится около первого-второго поля, по-моему, это первое-второе поле. Их, в общем-то, можно купить и там, соответственно, хранить технику, которая, например, будет работать на большом поле, чтобы каждый раз на базу ее не возить. Ну и да, друзья, кстати, есть здесь рейтинговая система. Чтобы что-то купить, надо набить рейтинг. Рейтинг составляется, вот вы видите, снизу написано, выполненные задания, выполненные контракты, бла-бла-бла. В общем-то, поэтому, кстати, контракты надо будет принимать. Плюс лицензии на спил, время в игре и все такое прочее, все это влияет. То есть мы не можем сейчас, даже если у нас есть деньги, купить завод. Но первое, друзья, на что мы будем претендовать, это будет мельница. Рейтинг 50. И до хрена денег. Но все это надо еще заработать. На этом, друзья, первую серию мы с вами закончим. И, как обычно, очень важно ваше мнение. Друзья, на этой карте у меня есть предложение запариться на совковой технике. Я это дело не очень люблю, но, по-моему, на этой карте будет смотреться довольно-таки антуражненько. Поэтому, в принципе, есть вариант, что я обновляю свой модпак, добавляю туда кучу совковой техники и будем работать исключительно на ней. Ну или же остается все как есть. В любом случае, пишите об этом в комментариях. Можете, в принципе, в комментариях также писать пути развития, потому что я знаю, на этой карте уже переиграли все, кому не лень. Интересно будет посмотреть какую-либо стратегию. В следующей серии мы продадим убранную пшеницу. Ее там что-то около 40 кубов собралось. Также купим фуражный прицепчик. Соберем соломку с поля. Отвезем ее тоже, продадим. Сейчас каждая копейка у нас на счету. Купим плуг, купим удобрялку. Ну и от вас уже зависит. Если будем играть на совковой технике, то продадим нашу технику и купим, соответственно, все совковое. На этом, друзья, все. Поддержите серию лайком. Вам не сложно, мне приятно, когда много лайков, есть мотивация пилить ролики. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на лайв-канал. Там проходят стримы по Pleasant Valley. А также, что-то мы начали в ЕТС-ку кататься. Я думаю, это был не разовый стримец. Можете к нам присоединяться, поиграть. И в то, и в другое. Всех принимаем. Подписывайтесь на канал Discord. Там общение, всякие анонсы, приколюхи и так далее. Ну и вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропустить уведомлялки о стримах. Потому что на Ютубе они что-то не всегда приходят. На этом, друзья, все. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова